Продолжение следует... На веточках должны появиться листики зеленые, если позиции это у вас окей профессионально, да? И если есть вопросы, то вы приклеиваете желтые листики. Понятно? Понятно. Начинаем работать. Итак, внимание, коллеги, на слайд. Вы должны посмотреть на слайд, 10 секунд у вас не больше, и ответить на вопрос, какой вид информации на слайде представлен. Это формы работы. Один стирает на руках, другой стирает на машинке. Еще есть версии? Может, приемы какие-то? Да. Оставляем какую? Приемы работы. Абсолютно верно. Спасибо, коллеги. Внимание, следующий слайд, коллеги. Когда я оформила этот слайд, я представляла, что картинки будут символизировать профессиональный путь педагога. Начало его пути, да? Как на любой дороге, нужно знать правила, тогда путь будет комфортен, интересен, и все получится, да? Ваше задание, коллеги, сформулировать примерную тему нашего семинара-практикума. Что для этого нужно сделать? Провести аналогию между линиями, которые изображены на картинке. Какие вы там видите линии? Это дорожная разметка, прерывистая и сплошная. Итак, сплошная и несплошная. Вспомнить текстовую информацию с предыдущего слайда. Приемы работы. Я вам подсказываю, будем работать с текстом. Итак, ваша версия. Приемы работы со сплошными и несплошными текстами. Замечательно, коллеги, спасибо. Но это была примерная тема, потому что мы должны понимать, зачем-то для того, чтобы эти приемы использовать для формирования навыков уже наших школьников, формирования навыков смыслового чтения. Коллеги, я напоминаю, что приемы это конкретная операция взаимодействия учителя и ученика или, как в нашем случае, педагога-наставника и молодого специалиста. У меня только один вопрос. У вас есть памятка по приемам работы с текстами. Пожалуйста, ее разыщите, коллеги. И сообщите мне, какой прием применяли мы в данном случае. Сопоставление. Итак, прием сопоставления. Действительно, мы сопоставляли информацию, представленную на двух слайдах. Это нам, коллеги, поможет сформировать такие ООД, как интерпретировать информацию, которая содержалась в готовых цифровых объектах. Но в нашей работе педагога ничего не происходит случайно. И тема выбрана не случайно. И мне хотелось бы, коллеги, чтобы вы ответили на следующий вопрос. Почему она актуальна? Мы здесь будем с вами использовать прием. Я его назову. Пока задействовали вопросы. Посмотрите, пожалуйста, ролик и ответьте, почему ты... А в школе, если что-то упустишь, то потом уже не догонишь. Итак, представьте, ученик перестал все понимать с самого начала. На уроке истории. Здравствуйте, класс. Кто она такая, чего она хочет? Тема урока повторения. Меня зовут Эльмунда Гельмутовна. Это я точно не повторю. Так, для начала раздаваем вопросы. У вас каменный век, у Сережи полярий. Ты выздоравливай. Итак, коллеги, первый вопрос. Как вы считаете, для вас эта тема актуальна? Конечно, актуальна. Почему, коллеги, кто возьмет смелость? Потому что очень часто учащиеся, прочитав условия задачи, не понимают, что от него требуется и не может эту задачу решить. Абсолютно верно. Но, коллеги, проблема гораздо глубже, чем просто школьная задача. Дело в том, что по исследованиям ПИЗа наши с вами российские школьники не могут проанализировать информацию, даже ту, которая была явно представлена. А уж если она в нескольких источниках, объединить они ее точно в заданиях не смогли. Вот одно из требований федерального государственного стандарта как раз направлено на решение этой, коллеги, проблемы. И среди метапредметных результатов, которые нам с вами нужно формировать у наших учеников, это будет умение навыков работы с текстом и смысловое чтение текстов. И хочу вам, коллеги, напомнить, что одной из целей национального проекта образования как раз является вхождение России, возвращение до нашей страны, в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. Для достижения этой цели 10 федеральных проектов, первых из 5, коллеги, мы с вами точно принимаем участие. Итак, цель нашего семинара – познакомить вас, молодых коллег, с приемами работы, со сплошными и несплошными текстами. Задачи беру две – показать эти приемы. Вторую задачу оставляю скрытой, пусть это будет пока интрига. Коллеги, когда мы с вами, вот в данном случае прием мы использовали, какой, давайте подумаем, какой тут прием, когда я скрыла одну из задач? Загадка. Загадка, ага, прием загадки тут у нас используется. Скажите, пожалуйста, удивление вызвало? Да. Вот, ребята, коллеги, простите, такой вот эффект удивления, он работает на любой возрастной группе учащихся и является прологом всякого познания. Ну и прежде чем мы начинаем планировать какой-либо наш урок, либо неурочное занятие, мы всегда продумываем цели, да, мы их обозначили, продумываем технологические приемы, форму работы и технологии. Ну, про технологические приемы скажу я, я же занятие, да, планировала. Это прием кешбол, но вместо скелета рыбки у вас ветки дерева, да, и медиа приемы у нас, видео и анимации. Итак, коллеги, форму работы назовите, мы с вами работали в прошлом году, заседания у нас были, мы там формы и приемы работы обсуждали. Групповая, работа в парах и фронтальная. Все согласны? Замечательно. Может быть, вы вспомните какие-то педагогические технологии? Как форма технологии КТ, образовательный квест, мы принимали в нем участие. Вы и так принимали? Я принимала в нем участие. Спасибо, еще. В прошлом году, Елена Сергеевна, мы с вами участвовали в конкурсе и показывали технологию развивающего обучения, а также постановки проблем и задачи. Так, еще какие-то коллеги. А я коллеги на сайте Елены Сергеевны познакомилась с технологией развития критического мышления достойно и удобно. Быстренько еще какие на слуху? Проектно. Есть технология, удовольствия, избрегающая технология. Благодарю вас, коллеги. Очень приятно, что вы помните про наши с вами занятия. У нас есть новые члены клуба. Я вот адресарь обозначаю своего сайта, на котором есть для вас консультации, и показываю еще одно эзотическое пособие, которое мы скорее бы для вас создали. Итак, переходим к следующему этапу работы. Это у нас будет этап с элементами мастер-класса, коллеги. Я надеюсь, что вы согласитесь, пусть будет первая фокус-группа и вторая фокус-группа. Не возражаете? Значит, ваше задание. Найдите, пожалуйста, текст номер один у вас есть. У вас это один и тот же текст. Вы должны в течение двух минуточек его прочитать и приготовить совсем кратенькое сообщение, в котором вы обозначите признаки сплошного или не сплошного текста и хотя бы по три вида того и другого текста перечислите. Задание, коллеги, понятно? Да. Приступите, пожалуйста, к работе. Спасибо. 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 сплошные тексты мы не сплошные тогда после вас расскажет а то есть вам право первенство пожалуйста первый фокус группа сплошные текст они у нас не проливаются формулами таблицами изображениями например школьные сочинения стихи рассказы и виды текстов сплошных это рассуждение повествование описание спасибо коллеги я вам хочу напомнить у нас школе ремонт поэтому здесь телевизор презентации не очень видно у вас на буках есть презентация уже поняла что вы заметили и к вашей фокус группе у меня вопрос один вот перед вами слайд скажите пожалуйста это сплошной текст есть какие-то прерывания спасибо большое следующее выступающие у нас не сплошные тексты не сплошные тексты информация придается не только словесным способом присутствуют таблицы схемы различные графики карты волнуйтесь все вы молодец все так какие-то будут группы дополнены все хорошо коллеги я вашей группе задаю вопрос скажите мне пожалуйста вот если вы откроете параграф учебника то там будет сплошной или не сплошной текст сплошной если в этом параграфе присутствует какая-то таблица либо рисунок соответственно уже открывается а дальше на вывершки оставляем не сплошной не сплошной замечательно у меня к вам есть один вопрос посмотрите пожалуйста в памятку приемов и скажите какой прием здесь не мы использовали в этом этапе нашего семинара практику мы с элементами мастер-класса ответы на вопросы еще с анализ рассуждения осуждения классификации была согласна молодцы коллеги я вам хочу показать еще один вид текста не сплошного на текст сметы предметными заданиями и такие задания есть вот в этом вот методическом посуде и так коллеги не забываем про березку и переходим к следующему этапу последнего этапа нашего семинара практика коллеги скажите пожалуйста еще раз теперь к вашей фокусу это сплошной текст или не сплошной не сплошной почему коллеги табличка ну и какой это формат как вы как педагоги заметили что тут коллеги найдите пожалуйста текст номер 2 это на каждую есть такой все в порядке да и так вы должны ответить на вопросы которые касаются используемых или не используемых технологий форм работы на нашем семинаре практикуме ну и распределить до приемы и навыки работы с текстом в табличку пожалуйста у вас полминутки все получается так время вышло пожалуйста проверочка внимание на слайд на буки у вас видно должно быть хорошо проверьте пожалуйста и вспомните про березоньку если у вас все окей зелененький листочек на веточку и так я приглашаю вас представители от каждой группы с березками сюда пожалуйста обратите внимание какие у нас получились замечательные осенние березки красивые да прием фишболом да технологически еще раз обозначаем и сегодня у нас 31 августа завтра начинается у нас новый наш учебный год к нам придут ребята я вас коллеги поздравляю с этим но интрига у нас было так была интрига мы одну из задач оставляли скрытой так вот я эту интригу открываю желтенькие листики это коллеги ваши профессиональные потребности запросы зачем чтобы мы на следующем заседании нашего клуба собрались проанализировали и план работы здорово огромное вам коллеги спасибо за работу я вам желаю талантливых любознательных учеников у вас точно все получится уважаемые члены экспертной комиссии представлю сама сама анализ семинара семинар запланирован как первое занятие школьного клуба молодой специалист который я традиционно в начале нового учебного года провожу для реализации сетевого наставничества как одного из направлений моей системы работы педагога наставника для данного занятия выбрала форму семинара практикума с элементами мастер-класса тема семинара приемы работы со сплошными и не сплошными текстами используемыми для формирования у школьников навыков смыслового чтения ценностные ориентиры семинара вижу в том что применение педагогами на уроках и во внеурочной деятельности приемов работы с текстами которые я продемонстрировала в рамках семинара будет способствовать повышению качества школьного образования что очень важно сегодня для реализации целей приоритетного национального проекта образования и концепции развития естественно-научного образования так цель семинара знакомства молодых педагогов с приемами работы со сплошными и не сплошными текстами которые можно и должны использовать для формирования у школьников навыков смыслового чтения но для достижения поставленной цели запланировала две задачи первая из них это как раз показать молодым коллегам приема работы со сплошными и не сплошными текстами а вторую задачу я скрыла намеренно для того чтобы уже на этом этапе семинара продемонстрировать прием работы с текстовой информацией, прием организации загадки. Скрыла я задачу способствовать выявлению и осознанию молодым специалистам своих профессиональных потребностей. Мне эта работа была в том, нужна и для того, чтобы запланировать работу клуба молодых специалистов на следующий учебный год. Как вспомогательное средство для эффективности проведения семинара использовала технологические приемы медиадидактики, видео и анимации. Большая часть информации на моих слайдах оформлена при помощи приема анимированной сорбонки. Для рефлексии организация обратной связи применила технологический прием фишбон, где я скелет рыбки заменила ветвями березового дерева. По моему замыслу ветви символизировали направление педагогической деятельности, а желтые и зеленые листва свидетельствовало о наличии или отсутствии профпотребности по данному направлению. В ходе семинара применял традиционные и инновационные формы работы с молодыми педагогами. Например, была индивидуальная форма работы с тестом и групповая работа, фокус группы во время практического этапа мастер-класса, который проводился с элементами мастер-класса. А вот для активизации деятельности молодого специалиста я посчитала методически целесообразным и эффективным использование методов работы, которые представлены на слайде. Так, коммуникативно ориентированный использовался во время приема чтения текста, для восприятия речи наставника и коллег на слух, а наглядно иллюстрированный метод был мне необходим для демонстрации слайдов, для эффектного представления иллюстрации с моих обучающих сайтов и для привлечения внимания к методическому пособию, я сданному специально для молодых педагогов. Метод эвристической беседы позволил молодым коллегам аргументировать и обосновать свою точку зрения. Очень эффектно молодая коллега, услышав, что ее фокус-группа дала неправильный ответ, достойно вышла из ситуации и дала ответ правильный. Отрадно, что молодые коллеги вспомнили в ходе беседы о инновационных технологиях, которым я обучала в прошлом году на своих мастер-классах. Очень важным для меня, как для наставника, было упоминание молодого коллеги о нашем совместном участии в профессиональном конкурсе. Думаю, что это свидетельствует о том, что я взаимодействую с молодыми коллегами не только в формате вертикального наставничества, но и на уровне партнерства. А вот элемент метода проблемного обучения я специально запланирована на тот момент, когда дала задание молодым коллегам попробовать объяснить актуальность темы семинара. Здесь использовала творческий подход, показ КВН, ролик КВН на школьную тему. И мне это позволило продемонстрировать прием работы с информацией такой, как показ действия и вопросы к нему. Итак, этапы моего семинара – мотивационные, целеполагание, практические и рефлексии. Данная структура была выбрана для успешной реализации поставленных целей. Так, молодые коллеги, когда самостоятельно формулировали примерную тему информации, использовали такой прием, как сопоставление информации, содержащуюся в готовых информационных объектах, в данном случае на слайдах. Очень эффектно работал прием вызова удивления, когда я одну из задач скрыла. Ну а на практическом этапе был и анализ информации, и рассказ, и рассуждение, и ответ на вопросы. А на этапе рефлексии выполняли коллеги молодые тестовые задания. Для меня был очень важен прием самопроверки и классификации. И особо важен, что молодые коллеги классифицировали приемы работы с текстом и навыки работы с текстовой информацией, как одного из познавательных ООД. Конечно же, на семинаре были и некоторые недочеты. Например, я сама формулировала цель, времени было мало, и теперь мне необходимо продумать приемы работы для целеполагания и с коллегами это обсудить. После прохождения теста обратной связи было бы логично все-таки более четко проговорить, что такое приемы, что такое навыки работы с текстом, может быть, дать какие-то небольшие задания на работу молодых специалистов именно с формулировками. Считаю, что в ходе проведения семинара практикума поставленные цели были достигнуты, была выдержана логика и регламент. Главный акцент делался на знакомство молодых коллег с приемами работы с текстом, которые могут быть использованы для формирования читательской и естественной научной грамотности. Удачно использовала прием вот такого красочного оформления осенних березок для корректного способа определения профзапросов молодых специалистов. Это позволило мне их поздравить с Днем Знаний и эффектно закончить семинар на позитиве.